МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что в музее всегда хочется потрогать, да? Шизгаре! Эту песню помнишь? Круто! Да, и эти ребята дают даже понюхать картины. У меня редакторское задание. Настя, тебе нужно записать интервью с культурологом, писателем Анастасией Четвериковой. Тема твоя, у тебя есть два пацана, а она классно и грамотно рассказывает про искусство для пацанчиков. Конечно же, меня зацепило. И прежде чем полезть в интернет, где-то что-то искать, потому что я пару дней назад еще не знала, кто такая Анастасия Четверикова. Здорово, что эта встреча у нас состоялась. Нормально. Я так подумала, а что она знает про пацанчиков? И вообще, есть ли такой язык пацанчиков? Пацанский? Пацанский язык. Ух, ну... Я выросла в маленьком поселке. Я вообще родилась, кстати, в Мурманске тоже. О, Северянка. Это да, это мое. Но родиной все равно считаю Вятку, потому что я там выросла, и оттуда родом вся практически моя семья. И я выросла в маленьком поселке, который называется Оричи. От того, что люди очень громко говорят. Оричи, орут. Понимаете? Оричи. Привлекают. Привлекают внимание медведей и прочих существ. Ну и вот. И, естественно, я училась в сельской школе. Я закончила 9 классов сельской школы. И мне всегда хотелось своих одноклассников втянуть в мир искусства. То есть тех, кто был рядом, обычные пацанчики, обычные пацанчики сельские, вот мне их всегда хотелось втянуть в мир искусства, сказать им, о, тут так интересно, тут вот это есть и то есть, а через это можно понять мир, а через вот это можно понять современный мир и так далее. А вот это вот вас должно стимулировать к тому, чтобы поехать попутешествовать. Не то, чтобы уехать, да, с родины. Нет, но поехать попутешествовать, хотя бы в музей там съездить. И поэтому родился, взялась идея пацанского языка. Я очень долго... А, то есть язык-то пацанский знаешь, да? Пацанский? Ну, конечно, боже мой, ну сколько мы по подъездам, гаражам и все такое. Это же все было. Но суть в том, что я очень долго проработала на радио, на больших федеральных станциях. И вот этот простой язык, которым ты рассказываешь в линейном эфире, погоду, что будут петь дальше и так далее, мне показался он очень удачным для того, чтобы рассказывать об искусстве, потому что огромное количество людей тормозят перед искусством именно потому, что сложный язык. Именно потому, что академический язык, и они такие, мы не вывезем, мы не сможем. Это слишком сложно, нас туда не пускают, нам ставят блок этим самым языком. То есть основные хейтеры, наверное, кто? Тетечки с култышками, которые первоначальные, музейные. И вот те, кто, да, такие там сотрудники научные, которые говорят, как можно об искусстве говорить таким языком, боже мой, ахаха. А сегодня у Настя Четверякова есть пацанчики в друзьях? Да, есть. Знакомы с такими? Я знакома, и это была потрясающая история. Я была на фестивале в Иксе, это маленький город в Муромских лесах, там проходит потрясающий арт-фестиваль, фестиваль современного искусства. И там было что-то вроде дискотеки, у них такое приятное очень место. И вот мы с друзьями, значит, там танцуем. Тут же, значит, кураторы всех этих выставок, пиарщики, да. Вот у нас такое было комьюнити свое. Мы приехали из разных городов, тоже вот все, значит, молодежь культурная, вот все про арт что-то понимают. И с нами же тусовались вот обычные люди. И, ну, нетрезвый человек был, то есть так, как я себе представляю пацанчику. Белые носочки, наверное, да? Как ты представляешь, как все мы представляем пацанчиков. Да-да-да, и он такой под шофе, подъезжает ко мне и долго-долго, он, значит, танцует, стоит рядом и, ну, молчит. А потом в какой-то момент он подошел, я тебя видел на Ютьюбе, ты это... А дальше было не очень с матом, было с матом. Я не могу сказать о вас в эфире. Но он узнал меня, и мой другой друг, который приехал тоже из другого города на этот фестиваль, он, когда писал об этом фестивале, журналист, он писал, и он написал такую фразу, что, типа, ну, там, перечисление, что было, что было, что было, и когда простой, типа, выксенский пацанчик подходит к московскому блогеру и говорит, я тебя знаю, да? То есть он что-то тоже услышал когда-то про искусство, может быть, мельком, может быть, на Ютьюбе, может, в интервью, но это уже круто, даже такое. Слушай, ну, искусство для пацанчиков, а чего бы тогда девчонки не угодили? Нет, ну, пацанчики, это... Это и девочки, и мальчики. Да, это мультигендерные обозначения, это и девочки, и мальчики. Я всех называю пацанчики, мои пацанчики. И никто не обижался ни разу, кроме Дмитрия Львовича Быкова, который ему, видимо, доставалось в детстве от пацанчиков, и на интервью с ним он сказал, Настя, ну, я все понимаю, ну, почему пацанчики? Ну, это же вроде как вот такой низший уровень. Я говорю, а почему вы думаете, что этот уровень не надо поднимать? То есть что, это не люди, что ли? И мало того, мой любимый отзыв, который я получала когда-либо, очень много получаю разных отзывов. Но один из них был, что я всю жизнь работала на заводе, и я ни разу не была в музее, и меня дочь подсадила на твой подкаст, и я в первый раз ходила в музей, и мне понравилось. И это самое крутое, что может случиться. Действительно, а вообще, как сегодня нужно ходить в музей? Вот ты как культуролог, расскажи. Очень по-разному. Давай сначала в современный музей. Хорошо, отлично. Конечно, современный музей... Нет, я не буду говорить, что нужно обязательно готовиться, и так далее, и так далее. Я считаю, что это совсем не так, что вы можете пойти интуитивно, потому что современное искусство отражает современный мир. Вы живете в этом современном мире, вы все это видите. Может быть, вы не знаете каких-то нюансов, да, там, может быть, вы не читаете, не знаю, интернет, и так далее. Но вместе с тем вы почувствуете, что это за произведение. У меня была очень интересная история, связанная с тем, как готовиться к музею и не готовиться к музею. Это было второе свидание с моим мужем. В музее? Да, я потащила его в музей. Типа, первое свидание было на его территории, второе на моей. Ну, ты понимаешь, да? И я думаю, сейчас я так повыпендриваюсь, я покажу, какая я умная, значит, интеллигентная и начитанная. И я не готовилась. Мы пришли в музей, и я начала анализировать какое-то произведение. И он такой, да, а мне кажется, это вот об этом. И он оказался прав, потому что, когда мы подошли и прочитали аннотацию, вся моя библиотека, вот это вот нагромождение всего, что я знаю, оно оказалось бесполезным. То есть это слишком было too much, это слишком, чересчур было. А он просто по-простому это посмотрел и понял, как нужно это было понять. Интуитивно почувствовал. Очень большое количество произведений современного искусства можно почувствовать интуитивно. И, собственно, современные художники, они тем и отличаются от старых мастеров, которых надо действительно иногда знать о них, какую-то мелочь, какие-то детали, нужно знать символику иногда, чтобы расшифровать. А современные, они наоборот работают на нас, на зрителя. И они часто не объясняют произведение искусства своей. Они говорят, а вот ты и объясни. Дальше подумай, да. Вот ты и будешь главным ценителем. Мало того, современное искусство, оно очень субъективно. И для меня это может быть искусство, для тебя это может быть не искусство, или наоборот. Ты поймешь, я нет. Да, да, да. И если ты проходишь мимо произведения искусства, и оно тебя задело, в хорошем смысле или в плохом, это искусство. Оно задело, оно выполнило главную свою функцию. Потому что многие художники, начиная с Дюшана, говорили, главное, чтобы искусство шокировало. То есть это важно тоже и в современном мире. А если ты прошел мимо произведения, и тебе вот никак, то, возможно, лично для тебя это не искусство, оно тебя не затронуло. Ты слишком тонкая натура для того, чтобы вот это все. Ну вот тебя не задело, и ладно. Ну и ладно, пройди мимо дальше, пойди. Или почитай про это, возможно, ты просто не знал контекста, да? Для некоторых произведений действительно очень важен контекст. Когда там, допустим, художник, не знаю, там побывал где-то, и что-то его впечатлило, и вот он об этом говорит. Хорошо, это современный музей. А в классические музеи как надо ходить? Я считаю, что в классические музеи нужно ходить с музыкой в ушах. Да. Причем... Это ты как музыковед сейчас или как культуролог? И то, и то, и то, и как педагог еще. Потому что... Причем музыка может быть абсолютно разной. Если вы любите Рамштайн и идете смотреть барочную живопись, включите Рамштайн свой любимый и смотрите. Вы совершенно иначе почувствуете это произведение, вы будете чувствовать себя комфортно в музее, а не как обычно, вот это вот в тишине идешь, и тебе вот так вот, ой, все это давит на тебя, ты ничего не понимаешь и так далее. Вы, наоборот, может быть, больше что-то почувствуете. Но, конечно, я предпочитаю, чтобы, если вы не готовясь, пошли в музей, ну, не почитали, не знаю, там... Ну, ладно, почитали. Не послушали подкаст. Помнишь, как Серова хотели смотреть все абсолютно. Господи, да, это был просто... Это классный пиар. Интересно, там все были подготовлены или просто... Просто пиар хороший был, мне кажется. Просто пиар был. Этот Серов висел всегда в музеях, и, боже мой, ну куда он... Его можно было всегда посмотреть, но почему-то только в этот момент его выстрелил. И я хотела сказать, что если вам некогда готовиться, так бывает, вы, конечно, лучше распробуете искусство, если подготовитесь, но вы можете пройтись и посмотреть, и записать себе хотя бы название картин, которые вас зацепили опять же, и потом уже посмотреть, что они означали. Вам тоже это будет интересно, это интересный опыт. Но вообще, у меня даже есть лекция на эту тему, она называется «Как ходить в музей и не уснуть от скуки», да, не заскучать. Ну, с компанией, наверное, ходить. И есть отличная книга, голландский, по-моему, культтренер он себя называет. Яхим... Ох, а вот не помню фамилию. Я могу вам потом ее написать. Так вот, у него есть книга о том, как ходить в музей, и он сравнивает там поход в музей с походом в ресторан. Круто. Да, потому что, когда ты идешь в ресторан, ты расслабляешься, и ты хочешь почувствовать удовольствие, да, вкус. В музее то же самое, ты почувствуешь удовольствие. Официантами в музее выступят смотрители, которых, кстати, всегда можно спросить. Да, вы можете наткнуться на бабушек, которые спят, конечно, но в основном смотрители и даже охранники, это потрясающие люди, которые знают намного больше уже всех специалистов, потому что они уже 10 раз послушали экскурсии разные, и у них уже просто бэкграунд о каждой работе сложился. Не стесняйтесь подходить к ним. Они будут вашими, например, официантами. Если вы хотите углубиться, например, там, как в ресторане, побывать на ужине с шеф-поваром, то вы можете сходить на лекцию и подготовиться, например, к этой выставке, или послушать что-то, да, прочитать. Это будут такие сомелье или какие-нибудь люди, которые готовят нас, да, к ресторану. Потому что мы же тоже в ресторан приходим, и мы не все понимаем, что там написано, как-нибудь фуа-грас, чем-нибудь там, да, что это. И то же самое с названиями. Воспринимайте название в музеях как название в меню, которое вы просто не знаете. И когда вы погуглите название, вот, например, бурлаки на Волге, ну, что, казалось бы, проще, да? Но когда вы погуглите бурлаки, или в интернет забьете в любой поисковик, да, вам откроются картинки о том, что бурлаки были и мужчины, и женщины. Что... Тянули. Почему они тянули, в какие времена года они тянули, это был сезонный труд. Сколько тонн, можно высчитать в интернете, сколько тонн тащили вот те самые бурлаки на картине Репина. И вам откроется совершенно по-другому эта картина. Вы иначе на нее посмотрите. Поэтому эта концепция похода в музей, как в ресторан, мне она очень нравится. Действительно. А классная. Было бы очень неплохо, да? А вот если с писателями, да, вот, когда разговариваешь, говоришь, ну, почему дети не читают? Ну, а вот вы сами читаете, да? Возьмите сами книжку в руки, тогда дети ваши тоже будут читать. Вот здесь. Если родители не интересуются искусством, ну, вот, ну, неинтересно им, да, и, как бы, собственно говоря, я не скажу, что я прям тоже глубоко копаю, я, наверное, тоже живу от выставки до выставки, и от приезда какого-нибудь художника до очередного какого-нибудь тоже приезда. Вот как к современному искусству, потому что это современный реалий, это тоже надо понимать, приспособить детей? Ну, только самим увлечься этим. Другого варианта нет просто. Нужно увлечься самим. Нужно увлечься самим, и дети видят всегда заинтересованных детей, они всегда зеркалят. Ой, родители, я имею в виду, они всегда зеркалят. Очень сложно увлечь ребенка. Может быть, у него, ему попадется хороший учитель в школе. Может быть. А может и нет. Может, как у меня, там, у него не будет другого выхода, кроме как смотреть энциклопедии по искусству и говорить, боже, я, может быть, когда-нибудь побываю во Флоренции, может быть, когда-нибудь я буду вот в этих местах, живя в маленьком поселке. Но это тоже исключение из правил. Чаще всего они все равно зеркалят вас. Поэтому если вы не увлечетесь искусством и хотите увлечь ребенка при этом, ничего не получится. А может быть, он у вас наоборот, да? Вот так раскопал. Все равно нужно. Все равно нужно инициативу от родителей. Я тоже считаю, что в музее, на экскурсию по, там, не знаю, в музее, точнее, с собой, на какую-нибудь выставку, особенно по абстрактному искусству, нужно брать ребенка. И ему давать бразды правления. Потому что он вам порассказывает намного интереснее, чем даже гид. Просто потому что он это чувствует. Потому что у него нет нагромождения библиотек. У него нет каких-то стереотипов, которые есть уже у нас. Они уже устоялись, они нам мозг просто портят. А у ребенка все это открыто. И, пожалуйста, он может вам рассказать очень много интересного. А твоей дочке два года. А ты уже ее с искусством познакомила? Боже, постоянно. В каком возрасте ты начала знакомиться? С самого рождения. Причем вот ей три месяца исполнилось. До трех месяцев, как ты знаешь, дети видят все такое серо-черно-белое. Они еще и говорят в перевернутом виде. Странно очень. Но и то у нас были уже черно-белые картинки. Есть такой портал ArtZoo, называется. Это книги по искусству для детей. И не только книги, но и игры. Игры для детей тоже по искусству. Для семей. Семейные игры. Очень классные. И там были такие черно-белые карточки как раз для мальков совсем. С изображениями джаконды, контуров каких-то произведений. Там ангелочка Рафаэльевского, например. И так далее. И вот они черно-белые. И она как раз это воспринимает как фигуры просто. Следующим пунктом после трех месяцев, когда они уже начинают видеть цвета и фигуры как раз, это было абстрактное искусство. То есть я просто обклеила комнату картинами Кандинского. Потому что это то, что ей как раз было нужно. Вот. Ну а что эти вот кубики и квадратики, которые мы собираем, да, в конструкторе в детском? Это же то же самое, только это еще и в произведениях искусства. Вот собирание развития, да? А вот, пожалуйста. Когда у нее начнется возраст сказок, чуть-чуть позже, там, я думаю, годам к трем вот это будет, мы уже с ним будем рассматривать картины Васнецова и других, рассказывая сказки, рассказывая истории об этом, да, о каждой картине, придумывая истории. И таким образом, потихонечку, когда ребенок еще старше, пойдя в музей, дайте ему в руки свой телефон. У вас просто тупо побольше подписчиков. И для него это авторитет. Вот пока еще такая есть тема, еще и можно воспользоваться ей. Дальше, возможно, это уже не будет работать. Сегодня моя соцсеть, твоя соцсеть, да? Ты можешь выложить пост о том, как мы сходили в музей. Напишешь там, что захочешь. И эта ответственность даст ему возможность, например, пойти самому разобраться, а что интересного тут, а пофоткать, да, да хотя бы фотографии выложить того, чему ему понравилось. Настя, сначала, когда ты создавала подкаст «Искусство для пацанчиков», это вот на какого зрителя было ориентировано? Кому ты его создавала? Своим сельским одноклассникам. Первыми моими слушателями были молодые кураторы выставок, молодежь, которая в арт-бизнесе живет. То есть это вот оказалось, что это вот та аудитория. Но впоследствии стали появляться отзывы от простых совсем людей, не связанных с искусством совершенно. Которые, вот говорю, первый раз в музей пошли после подкаста, и это было для меня просто бальзам на душу. Ну и что ты знакома с пацанчиками, я уже поняла. А вот кого из поэтов, писателей, людей искусства можно назвать? Или яркие такие примеры пацанчиков в искусстве? Довлатов. Так. Мне кажется, что Довлатов очень даже пацанский такой писатель. Да много, на самом деле, много тех, кто разговаривает простым языком. Шукшин. Вот, пожалуйста. Вот это как раз для пацанчиков конкретно. В живописи... Ну, в современной живописи, наверное, Бэнкси, потому что... В стрит-арте, да? Вообще стрит-арт, я бы сказала, что это для пацанчиков искусства, потому что они видят это на улице, и они это воспринимают как... Какое-то изображение, которое на них рассчитано, да? То есть вот они здесь ходят, они не в музеях ходят, они вот, как Бэнкси говорил, лучший музей, да? Они вот вокруг нас. И цена за вход никого не отпугнет, потому что это все на улицах происходит. Хороший вопрос. Я над этим никогда не задумывалась, на самом деле. Мне кажется, что и Шукспир был пацанчиком таким же точно, потому что это для нас его тексты сейчас очень сложно читать, но в его время это были истории про историю, про исторических персонажей и так далее, рассказанные простым языком. А правда, что каждая... Моя книжка просто, она еще в пути. Я же только пару дней назад с Настей... Эх, я тебе подписала. Да, она еще в пути. Она понравится твоим пацанам. Да. Но надо же сказать о том, что книжка, она не просто так ведь родилась, да? То есть она, наверное, это как какая-то серия расследований про вот этих самых пацанчиков в искусстве. Да, да, да. Ну, поскольку я преподаю и очень люблю студентов вообще, в принципе, то эта книжка была еще и таким образовательным пособием для людей, которые вот с нуля взяли книгу про искусство, да, открыли ее и такие, ага, первобытность. Поехали, что это? Так, поехали дальше. То есть у меня даже оглавление в виде шпаргалки по искусству, потому что это огромная проблема. Я ее вижу у своих студентов постоянно. То есть они уже закончили школу, они пришли в вуз учиться, и они видят, и они путают, в какой период была античность, когда был там барокко, как это отличить от рококо и так далее. У них вообще полная каша в голове, полная каша. И поэтому у меня там выстроено все очень логично. Если вы в первый раз в жизни решили окунуться в мир искусства, это прям вот для вас будет, потому что там очень все понятным языком. Во-первых, написано пацанский. Такой язык, я бы сказала. Абсолютно пацанский простой язык с приколами, с кваркодами. Можешь перейти, например, там, когда мы говорим про Венеру Веллендорфскую, это древняя скульптура, я там даю послушать «She's got it», вот эту песню, помнишь? Потому что это тоже про Венеру песни и так далее. То есть отображение в современной культуре, где эти произведения можно найти и так далее. И поэтому вот, собственно, эта книга, она такая образовательная. Мало того, там есть секрет небольшой, ты получишь ее, ты увидишь. Вы пролистаете странички, для вас танцует пацанчик, потому что я как педагог знаю, что нужно иногда физически просто отвлечься на какую-нибудь ерунду. Так что она рассчитана просто на взрослых людей. То есть педагог писал для взрослых людей. Вот и все. А вообще аудитория твоя, кто тебя слушает? Ну, по статистике, которую мы ведем, в основном это 25-35 лет. Но я прекрасно знаю, что есть аудитория за 50-60 лет, которые говорят, поясняйте, пожалуйста, сленг. Мы иногда просто не понимаем, что вы говорите, но интересно. А ты с высловарный запас тоже, получается, пополняешь? Постоянно пацанскими словами. Да, 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 естественно. А мне еще апгрейдить-то приходится все, потому что меняется язык, язык постоянно живет, постоянно развивается. И я потом в какой-то момент думаю, так, что выкупать? Это о чем вообще? И также дети. Я не рассчитывала эту книжку на детей, в том смысле, я рассчитывала, что родители могут прочитать эту книгу и рассказать детям. Вот в этом смысле. А оказалось, что детям, школьникам очень тоже она нравится, потому что это, опять же, с ними просто поговорили. А я наверняка подрисовывала, не знаю, там, мусики какие-нибудь там, не знаю, там, в Венере, например, или еще кому-нибудь. Ты сейчас намекаешь на Дюшана и его знаменитое произведение Джоконда, где он и усы, и бородку подрисовал. Я к чему веду? Я веду к тому, что действительно сегодня вот у нас подрисовать что-нибудь и сделать это мемом, это как бы вот порядки вещей. Как ты считаешь, что таким образом все искусство, оно живет, и надо ли ему что-нибудь подрисовывать? Ну вот, ты знаешь, это очень интересная штука, потому что когда охранник в Ельцин-центре подрисовал глазки работе Анны Липорской, а у нее такие безликие, как у Малеевича, безликие такие персонажи, то есть лицо есть, но нет глаз, нет ничего, то, конечно, это казалось чудовищным. Ну мне так, типа, ну ты чувак, ну что ты, ну что за ерунда вообще, как можно так сделать? Но сейчас в Москву привезли эту выставку, и эта картина стала центральной на выставке, хотя она вообще ни разу не известная была и так далее, да, поэтому в этом в этом вандализме, из-за того, что у нас сейчас цифровой мир, да, и вот так много СМИ, и все, сразу расползлось это все просто по интернету, это сыграло на руку искусству, вот это сыграло на руку искусству. То есть это неплохо. Как в свое время, в 1911 году, когда украли Джоконду, Джоконда не была, я вам сейчас открою секрет, Джоконда не была в тот момент, до того, как ее украли, она не была самым величайшим произведением, которое хранится в мире. А когда ее не украли? Да, считался, что Рафаэль вот крут, а Джоконда, ну там что-то Леонардо да Винчи есть, конечно, у нас в коллекции, но вот так. А когда ее украли и раздули это в СМИ, да, обвинили там Пабло Пикассо в краже и так далее, только тогда она стала величайшим шедевром, на который потом начали покушаться все, потому что хотели высказаться с помощью этого. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, чудовищно и дико, но с другой стороны, это черный пиар тоже пиар. Это очень хороший пиар для искусства, и люди узнают об этом. И, кстати, с помощью мемов тоже люди узнают об искусстве, очень много, и дети в том числе. То есть они смотрят мем, там... А потом такие так-так-так-так. Да, что это, это что было, и произведение искусства, там, например, есть, мне очень нравится, в шаурму завернутая парочка Климта. И этот мем тоже был очень популярен в свое время. И именно после этого, да, возрос интерес к Климту и к его шедевру поцелуй. Кто-то, может быть, и не знал о нем вообще ничего. Так что в современном мире, пожалуй, это играет на руку искусству. А еще, знаешь, в музее всегда хочется потрогать, да? И это должно быть. Я прям топлю за то, что... А нельзя, да? И понимаешь, что это же произведение, а нельзя. Я топлю за то, чтобы во всех музеях были... Ты трогаешь в музее что-нибудь? ...были тактильные картины, потому что для незрячих людей, для слабовидящих людей есть тактильные картины, и ты можешь их потрогать и на ощупь понять, как... Что, собственно, есть в музее. И эти тактильные картины, не стесняйтесь их, обязательно потрогайте тоже. Я очень надеюсь, что их появится больше, потому что уже проходят потрясающие выставки, где надо открыть окошечко, а там картина. Подняться по лесенкам, посмотреть, а там какой-то шедевр и так далее. Это очень круто, интерактив. Я надеюсь, что к этому все придут потихонечку. Вот в Москве, например, есть музей русского импрессионизма, и эти ребята дают даже понюхать картины. Знаешь, что они делают? Что? Рядом с картинами, помимо того, что ты их можешь пощупать, есть колбочки и, например, персики на окне с морским пейзажем какие-нибудь. И ты поднимаешь колбочку и вдыхаешь запах персиков с морским воздухом. И это у тебя выстраивает невероятную картину в голове, да? Ты не просто глаза используешь, да? Ты используешь полный спектр ощущений. И это очень круто. Настя, а у книжки есть продолжение, у книги? Будет. То есть, разлетование не закончено. Мать матерью может понять, да? Потому что очень трудно писать с маленьким ребенком. Но я стараюсь. Да, и причем мы перешагнем через этап, и я дам такую фору читателям, и мы изучим тех, кто живет сейчас, художников. Я очень надеюсь, что я успею написать, пока не живы, эту книгу и выпустить ее. Я же правильно понимаю, что каждый рассказ это маленькое расследование? Да, 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 это арт-расследование. Это же не просто авторская... Это не просто текст. Итак, эта картина была написана в таком-то году. Ничего там такого нет вообще. Это расследование, в котором я рассказываю, ага, и так, в современном мире это произведение искусства дрожается в этом клипе, в этой, значит, картине, у этих ребят в компьютерной игре и так далее, да? Вы можете это все посмотреть. А дальше мы с ними разворачиваем, мы с читателями, да, разворачиваем целую, целое расследование, потому что, например, версии о том, почему Ван Гог себе рубанул ухо, их существует несколько, и я рассказываю все версии, чтобы у вас был полный спектр выбора, да? Я говорю, вот это вот доказанная версия, например, вот таким образом, а вот это вот не доказанная, а вот здесь есть письмо, а здесь вот есть отрывок из больничного листа, например, который сохранился, да, от Ван Гога, и здесь вот нарисовано вот так отрезано было ухо и так далее. И поэтому через вот такое арт-расследование, практически детективное, да, мы, конечно, совершенно иначе относимся к произведению искусства, и мало того, помимо того, что мы говорим про какое-то произведение искусства, мы узнаем вокруг очень многое. То есть я пытаюсь каждую эпоху раскрыть через какое-то произведение искусства вот в этой книге. И поэтому мы узнаем, например, в эпоху классицизма я раскрываю через Казанский собор в Петербурге, и с ним связано безумно много интересных историй, да, и про Италию, и про крестьян, которые были настолько талантливы, что делали своими руками там произведения для этого собора и так далее. И ты просто, у тебя такой сразу объем, потому что культуролог, это как раз взгляд сверху, и у тебя появляется невероятный объем, из которого ты, ну, я надеюсь, да, что ты вынесешь очень многое. Сколько в твоей голове там объемов? Ты знаешь, мне иногда кажется, что у меня мозг это какая-то паутина, то есть я же не все держу в голове, понятное дело, что мой мозг так не работает, но зато у тебя есть какая-то нейросеть, паутина, которая тебе помогает зацепить что-то, то есть ты знаешь теоретически, что ага, вот это произведение, наверное, связано вот с этим, а черный квадрат можно каким-то образом связать с произведением 433 Джона Кейджа, и потом в итоге складывается все воедино, то есть ты интуитивно все это потом собираешь, начинаешь искать материал, начинаешь копаться, начинаешь читать источники, и у тебя оказывается, что да, это все так и есть, они были связаны, и все такое. А вот для понимания современного искусства, ну так, чтобы финалить нашу беседу, кого ты рекомендуешь почитать, ну вот кроме себя? Мне нравится. Ну так же на простом. Да, ну это сложно, вот это уже сложно, вот на простом пацанском очень сложно найти книги, потому что, когда я ее писала, редакторы просто, я думаю, что у них кипел, наверное, мозг, когда они это редактировали, они очень хотели подправить, все исправить, слово короче заменить там на словом, или что-нибудь такое, и в общем, я думаю, что они прям пыхтели, да, и когда я говорила, нет, нет, должно звучать так, должно звучать так, должно звучать так, как будто с тобой разговаривает человек, а не как будто он там читает высокую литературу, это просто другой стиль. И есть автор Тьюзи Ходж, мне нравится ее подход, да, иностранную литературу сложно читать, приводную, потому что, я не знаю, почему такая традиция, у них существует много раз повторять одно и то же, вот, как будто бы дураки какие-то, да, но у них это традиция, их это культурный код такой, а у нас вот по-другому, нам кажется, что вы нас сосчитаете идиотами, но у Тьюзи Ходж очень классный подход к искусству, например, у нее есть книги «Почему так много голых в искусстве?» или «Почему шестилетний ребенок не мог бы нарисовать такое же про современное искусство?» у нее книга есть, и вот этот подход, ее сам, мне очень нравится, потому что это действительно те вопросы, которые нас волнуют, когда мы смотрим на современное искусство, думаю, мой шестилетний сын может так сделать, да, то есть, вот, и в этом смысле мне нравится Тьюзи Ходж, как пишет, и сейчас, я думаю, что воспринимать проще, наверное, подкасты и YouTube-каналы, проще воспринимать, я думаю, что даже подкасты еще проще воспринимать, потому что, да, меня всегда спрашивают про это, почему у вас, а где у вас картинки, а как вот мы без картинок будем слушать про какие-то художники? Хороший же вопрос. Ну, хороший, отличный вопрос, я говорю, ну, вот, надо идти и погуглить. Я еще то сделала послабление для патронов, я сделала чаты и там выкладываю иллюстрации, но я считаю, что это неправильно в корме, как педагог, я считаю, что это неправильно, потому что, когда тебя зацепило что-то, ты услышал и пошел погуглил, ты это запомнишь, а когда я тебе все дам на тарелочке, ты это пройдет мимо твоей головы, вот и все.